Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. По плотности участников видно, что юбилей к столетию уже мы все готовы встречать. Есть одно знаменательное событие, которое связано с тем, что мы 19-ю встречу рабочих коммунистических и народно-патриотических партий в Питере-Ленинграде проводим накануне 7 ноября. Только что завершился 19-й фестиваль, всемирный фестиваль, на котором наша команда, она насчитывала 320 активистов, блестяще выступила. И завершается 19-й ДСС Компартии Китая, которая открывает новую эпоху строительства социализма. Я хотел бы вас поприветствовать. Наш оргкомитет подготовил обращение, с которым мы идем на встречу в столетие. В этой встрече примут участие более 150 делегаций со всех континентов и всех ведущих стран. Наша страна будет принимать гостей, как страна-победитель, как страна, которой гордятся. Не случайно президент Всемирной Федерации Демократической Молодежи Николс, открывая фестиваль, заявил, что мы приехали в страну героев, страну космонавтов, страну победы, страну накануне 100-летия Великого Октября и гордимся этим. И молодежь со всех континентов дружно приветствовала это сообщение. Я должен подчеркнуть, что гости нашей страны познакомятся с прекрасной программой. Сейчас мои коллеги и товарищи ее представят. Но я особо хотел бы подчеркнуть, что, отмечая столетие, мы должны ощутить величие гения Ленина, величие нашей революции, которая открыла на планете новую эпоху. Ленин предложил план построения социализма. Сама эта идея, предложенная в разгар большой войны, свидетельство об оптимизме первого создателя первого советского социалистического государства. Особо хочу отметить, что Ленин в ответ на дикую бойню в Первой мировой войне предложил декрет о мире, декрет без контрибуции, декрет подлинно демократический. В ответ на интервенцию 14 государств, которые обрушились на молодую советскую республику и решили ее поделить и приватизировать, он предложил создать рабочекрестьянскую армию и с нуля, по сути дела, создал 5-миллионной армии, которая разгромила Антанту и выбросила всех оккупантов советской территории. В ответ на разгул преступности вместе с Дзержинским создали чрезвычайную комиссию, которая справилась с бандитами и обеспечила нормальную жизнь почти 5 миллионов детей, беспризорников, которые остались в результате войны на улице. В ответ на остановившуюся промышленность и экономику он предложил декрет о земле, новый план Гойл-Ро и НЭП, который полумертвую страну поднял к высотам индустриализации. В ответ на дикую инфляцию, когда Керенки мерили, наматывая на руку, предложил золотой червонец, который стал в течение года более устойчивой валютой, чем доллар и фунт стерлингов. И он предложил план социальных завоеваний, которые без прецедента были в ту пору. По сути дела граждане страны создали советское государство на съезде и превратили его в факел новой жизни на планете. Я должен сказать, что сейчас мы подготовили целую серию интересных материалов, которые характеризуют развитие нашей страны от подвига социализма до очень интересной программы «10 шагов достойной жизни», которая опирается на ленинско-сталинскую модернизацию, завоевание социализма и на уникальный опыт китайской компартии, которая превратила страну в мастерскую мира и сегодня развивается самыми высокими темпами. Мы считаем, что самое огромное влияние Октябрьской революции осуществило и сказалось на судьбах простых людей. Именно простые люди, которые, их дети выросли в советскую эпоху, они определили наши выдающиеся победы. Полководец всех времен и народов Жуков из крестьянской семьи, Косыгин, который был лучшим премьером советской страны из рабочей семьи, Сверидов, гениальный композитор, сын солдата гражданской войны, который воевал и защищал нашу державу. В целом, если посмотреть на отзывы самых гениальных людей о советской эпохе, они вообще и удивляют, и поражаются искренностью и точностью. Один из самых талантливых мировых физиков Эйнштейн сказал, что Ленин и Великий Октябрь обновляли совесть человечества. Герберт Уэльц, который специально ехал в гости к Ленину из Петрограда в 2020 году, в разар войны, и который ехал, как заявлял с большим предубеждением, увидел в кабинете председателя Совета Народных Комиссаров, который говорил о плане ГОЭЛ, электрификации, о развитии экономики, о выдающихся социальных завоеваниях. Он, фантаст, потом написал работу о России в Амболе и сказал, это неосуществимо. А спустя 14 лет встретив, снова приехал в советскую страну, ахнул, все читали, страна бурно развивалась. И каждые 8-10 часов строило новое предприятие. За 10 лет было построено 12 тысяч на ту пору лучших предприятий. Даже лютый ненавистник советской власти Черчилль, и тот в своих мемуарах написал, когда ум Ленина светился, он видел весь мир сразу, весь его позор и в первую очередь несправедливость. Такие люди рождаются раз в 100 лет, но добавил, этому столетию повезло, нас родилось двое, он и себя имел в виду. Я хочу завершить свое вступление словами Жере Салферова, Нобелевского лауреата, члена нашей фракции, который в Думе прочитал три лекции. Советский атомный проект, который позволил создать баланс сил на планете, наука и власть, и по работе Эйнштейна, почему социализм. Без социализма планета обречена и дальше воевать, и вырождавать. Готовясь к столетию, мы максимально все лучшее берем из советского наследия, из нового технологического опыта, и считаем, что на этом пути можно Россию вывести системного кризиса, куда она попала вновь, после того, как в 1991 году были преданы идее октября, идее советской власти. Я попросил представить нашу программу всех торжественных мероприятий моего заместителя Новикова Дмитрия Георгиевича. Уважаемые коллеги, открывая нашу встречу, председатель Центрального комитета партии не мог обойти вниманием вот это любопытное совпадение. Три крупных события, мы являемся их свидетелями в преддверии 100-летия Великого Октября. Это 19-й съезд Компартии Китая, это 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов и 19-я Международная встреча коммунистических рабочих партий. Все они имеют особый смысл. Компартия Китая уверенно держит штурвал корабля государственного Китая, который принял эстафету социалистического строительства Советского Союза. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов продолжает традиции борьбы за социализм, за антиимпериализм, за справедливый мир молодежи левых организаций всего мира. Ну а международные встречи коммунистических рабочих партий помогли преодолеть тот кризис коммунистического движения, который имел место после разрушения Советского Союза. И сегодня мы говорим о том, что у коммунистов мира современного есть силы, есть опыт, есть мощная теоретическая база для того, чтобы идти вперед. Если сто лет назад, когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, в мире насчитывалось порядка 400 коммунистов, то сегодня только в рядах Компартии Китая их 90 миллионов человек, почти 5 миллионов коммунистов насчитывает Компартия Вьетнама, 1,5 миллиона человек объединяют две коммунистических партии, крупнейших Индии, и сотни тысяч членов состоят в таких Компартиях, как Бразилия, Япония, Южноафриканская республика. Еще два года назад Центральный комитет Компартии России сказал, что мы обязаны достойно встретить юбилей Великого Октября, и для этого обязаны объединить самые широкие силы. Для подготовки Великой годовщины был создан юбилейный комитет, в его состав вошло 80 человек, мы сформировали его в конце минувшего года, из числа государственных и политических деятелей, историков, публицистов, представителей науки, творческой интеллигенции, из числа ветеранов, депутатов разных уровней, конечно, из активистов общественных, молодежных объединений, вошли редакторы целого ряда изданий, правда, Советская Россия, журнала «Современник». И вместе с юбилейным комитетом наша партия реализует крупный, широкий план мероприятий. Мы возродили к дню рождения Владимира Ильича Ленина Ленинскую премию, эта традиция была в Советском Союзе, первые лауреаты премии уже известны, ее вручение состоялось на 17-м съезде нашей партии. Это Павел Николаевич Грудинин, известный производственник, он один из руководителей тех народных предприятий, чьи представители вошли в состав юбилейного комитета. Это известные издатели, публицисты, исследователи, ученые, такие как Чикин, Белов, Емельянов и Косолапов. Мы сегодня продолжаем награждение юбилейной медали в честь 100-летия Великого Октября. Много людей трепетно хранят достижения советской эпохи, вносят свой вклад в то, чтобы эти лучшие ценности советского времени были присущи современной России. Они заслуживают таких наград, и это награждение осуществляется. Мы, наша фракция, на законодательном уровне ставят вопрос о том, чтобы 7 ноября был праздничным днем календаря. Мы внесли недавно очередную законодательную инициативу с тем, чтобы день Великой Октябрьской социалистической революции имел характер официального государственного праздника. В этом отношении хороший пример подает Белоруссия. Там этот день остается праздничным, он остается праздничным в Кыргызстане, а в Приднестровье мы считаем, что и для России это пример, которому стоит следовать. Мы как раз в Минске в сентябре месяце проверили крупные международные события, где дали старт основным мероприятиям в честь 100-летия Великого Октября. Проведен большой круг, большое количество дискуссий, круглых столов, обсуждений, научно-практических конференций, поскольку правда о Великом Октябре, правда о советской эпохе, заслуживают постоянной защиты. Мы в этом направлении многое сделали и будем продолжать это в последующее оставшееся время до 7 ноября. Издательская деятельность. Я хочу представить вам некоторую литературу, которая вышла в преддверии 100-летия. Вот этот альбом уникальный, посвящен Арнесто Чагеваре, выпущен к 50-летию со дня его гибели и к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Выставка в честь этого исторического деятеля была открыта в Москве с участием руководства партии. Геннадий Андреевич издал книгу «Отчет пошел», в котором разоблачаются самые злобные антисоветские мифы и она тоже издана в рамках подготовки к 100-летию. Мы не могли не вспомнить Юрия Гагарина, один из символов эпохи, это его космический полет, вот такое очень интересное издание выпущено. Подвиг социализма. Здесь на цифрах и фактах доказываются успехи социалистического строительства в нашей стране. Юбилейный комитет последнее заседание проводя обратился к гражданам страны со специальным воззванием «События, изменившие мир». Здесь также даны ключевые оценки Великого Октября. Мы многое делаем на этом направлении, все наши издания работают. Телеканал «Красная линия» выпустил целый ряд фильмов к 100-летию. Это модель Сталина, это фильм «Этио» коллаборационизм и его природе и целый ряд других важных материалов. В своей практической деятельности наша партия поддерживает народные предприятия, которые являются хранителями лучших советских традиций. В преддверии 7 ноября по всей нашей стране пройдет большое количество событий, торжественных заседаний, встреч, митингов и демонстраций. Проходят конкурсы, конкурсы песенные, например. Вот пригласительный билет на такой конкурс, который проводился нашими ленинградскими товарищами. Таких примеров очень много. Сегодня мы еще об этом будем говорить на нашей пресс-конференции. Советская история соткана из множества знаковых событий. Мы должны о них хорошо помнить. Именно поэтому мы так тщательно готовимся ко всем датам, связанным с советской историей. Будь то день Советской армии, военно-морского флота или день рождения Ленина, победа Советского народа в Великой Отечественной войне или день рождения Сталина. Мы сейчас подходим к ключевым событиям. Они придутся на первую неделю ноября. Мероприятия будут проходить ключевые в Санкт-Петербурге, Ленинграде и Москве. Программа выстроена. Программа этих мероприятий роздана сегодня участникам пресс-конференции. Мы начнем 1 ноября с проведения 19-й международной встречи коммунистических рабочих партий в Ленинграде. Проходить она будет в течение трех дней. Таврический дворец примет гостей наших из почти 130 стран. Ну и там же мы организовали широкую экскурсионную программу с посещением Смольного, с посещением других памятных мест, с посещением крейсера Аврора. С 4-го числа программа в Санкт-Петербурге будет завершена. Все гости приедут в Москву для того, чтобы принять участие в торжествах здесь. Это торжественная концертная программа в Лужниках, это форум мирового социализма, это демонстрация 7 ноября. Подробнее об этих мероприятиях сегодня еще скажут участники пресс-конференции. Спасибо. Добрый день, уважаемые товарищи. Действительно, праздничные мероприятия, которые пройдут в рамках этой знаковой даты, они будут проходить не только в Москве и Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Наша задача, чтобы праздничные мероприятия прошли по всей стране. У нашей партии самая разлетворенная партийная структура, более 2,5 тысяч местных партийных организаций, более 14 тысяч первичных партийных организаций. И мы договорились, чтобы праздничные шествия, торжественные собрания, демонстрации, митинги прошли во всех, даже отдаленных населенных пунктах нашей страны. Мы уверены, что та работа, которая проводится нашими товарищами на местах, а там также созданы праздничные комитеты, это работа не только вспомнить прошлое и взять лучший советский опыт, но это работа, направленная на будущее, на будущее развития нашей страны. Наши товарищи в преддверии этого юбилея провели очень серьезное мероприятие, связанное с сохранением памяти той эпохи, с сохранением памяти советских руководителей. Это незаметная работа, но по всей стране сотни тысячи памятников Владимиру Ленину, революции, героям гражданской войны были отреставрированы и восстановлены. Несмотря на противодействие либералов, в ряде регионов были открыты памятники Иосифу Виссарионовичу Сталину. Например, в той же Пензе действует музей Сталина, в который с удовольствием приходят не только жители нашей страны, но и иностранные экскурсии. Я сам недавно был в Республике Татарстан, и мы благодарны, что во многих регионах региональные власти, губернаторы откликнулись на призыв Геннадия Андреевича и восстановили знаковые места. Так, например, в том же музее Владимира Ленина в Казани в год проходит более 20 тысяч экскурсантов, причем также и в том числе из стран дальнего зарубежья. Большое внимание уделяется восстановлению музея в Ленина-Кокушкина. Но нашей партии очень важно в рамках этого юбилея укреплять свои ряды. В первую очередь за счет представителей молодого поколения, которые на себе почувствовали все тяготы жизни при капитализме, которые видят, что несмотря на заявления властей в России, увеличивается социальное расслоение, уровень жизни падает, проблема бедности является ключевой проблемой нашей страны, это основной вызов на ближайшее время. Мы серьезно уделяем внимание работе с кадрами и объявили торжественный праздничный прием, посвященный революции в ряды нашей партии. Уже по всей стране десятки тысяч молодых ребят и девчонок вступили в ряды нашей партии. Это будет очень важно в преддверии этого праздника. С другой стороны, у нас есть регионы по всей стране, которые активно ведут эту работу. Тот же Севастополь, не так давно Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, там организация активно развивается, одна из самых динамично развивающихся. Там опытный секретарь у нас Василий Михайлович Пархоменко, которому вчера, кстати, исполнился юбилей. А с другой стороны, например, Алтайская партийная организация, которая на последних выборах показала очень достойные результаты. Она активно прирастает новыми членами партии. Ее возглавляет совсем молодая девушка, коммунист Мария Прусакова, которая стала фактически лидером протестного движения в Алтайском крае. Наша система партии, более 10 тысяч депутатов различного уровня активно будет принимать участие в этих мероприятиях. И залог формирования вокруг КПРФ мощного фронта народно-патриотических сил. Хорошая команда – это работа нашей делегации, делегации комсомола на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Геннадий Андреевич уже об этом говорил, но я могу сказать, что даже представители других общественных организаций, политических партий отметили мощь нашей молодежной команды, которую возглавлял Владимир Исаков, Мария Дробот, Ярослав Листов. Активно мы работаем с Всемирной федерацией демократической молодежи, и на этом направлении у нас проявляет себя Роман Кононенко, кстати, Николас Попедимитрию, который выступал и на открытии, и закрытии, и фактически является таким вместе с ВФДМ символом борьбы с империализмом. Он приедет на наши мероприятия, и будем дальше укреплять эти связи. Мы уверены, что будущее за социализмом, и это будущее строит в том числе та молодежь, которая приехала к нам на фестиваль, и которая все больше и больше понимает значение Великого Октября. – Коллеги, товарищи, мои товарищи рассказали о сути этого праздника, и мне здесь добавить нечего, но должен сказать, что даже те, кто нас не поддерживает, вот, скажем, встреча Валдайская, которая прошла, она шла под знаком как раз октября. Вот я заметил все эксперты, которые обсуждали, и весьма было примечательно, что даже Шувалов договорился до создания госплана в новой свечке, которая теперь будет там Москва-Оссети Минэкономразвития. Так вот, суть нашей сегодняшних мероприятий, она не в том, чтобы отметить юбилей, как отмечает его каждый человек, подводя какой-то итог, а этот юбилей отмечается под знаком возврата социальных завоеваний 100-летия октября. И вот, когда мы говорим о том, какие организации участвуют, в том числе и ВФДМ, о которой здесь уже упоминали, Всемирная Федерация профсоюзов, которая объединяет 90 миллионов только трудящихся, или Всемирная Федерация женщин, юристы-демократы, это все организации, которые я еще не назвал, которые были созданы в годы примерно после Второй мировой войны, и о них было так, по крайней мере, наша власть не вспоминала. Мы же всегда обращались к их опыту и всегда старались их приглашать. Столетие, и в этом смысле то мероприятие, о котором я хочу сказать, это прежде всего международные встречи коммунистических рабочих партий, проходит впервые в нашей стране, впервые. Это своего рода Коминтерн, чтобы было понятно вам, он не организован, вот как Коминтерн в организационном плане, но это люди, которые исповедуют как раз идеологию марсизма-ленинизма, это их партии, которые исповедуют, и которые не просто сохранили свое название и самоорганизационный потенциал, но и надеются вернуть все завоевания октября, которые мы потеряли вот здесь, на переломе этих двух веков, вернуть обратно к жизни. И, собственно, в этом смысл этой встречи, не просто отметить, не просто сходить на экскурсии, не просто встретиться с своими товарищами, коммунистами из России и пройти с ними встроенными рядами, а мы, кстати, шествием закончим 7 ноября шествие, значит, вот сейчас уточняется трасса шествия, значит, и еще и вспомнить и договориться на конференции на самой о том, а какие пути возрождения социализма существуют. Вот, собственно говоря, идея проведения этой встречи. У нас около 128 сегодня только заявила партия и организация об участии, это огромная просто цифра, которая вот у нас, скажем, была на съезде, в большом нашем съезде, около 90 организаций, сейчас уже 128 организации только заявила, причем, несмотря на то, что они проводят в своих странах все мероприятия в эти же дни, около 70 человек, только первых руководителей будет здесь из разных партий. И, конечно, для нас это огромная работа, и я надеюсь, что мы с этой работой справимся и проведем достойно это мероприятие. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники, мы всегда исходили из той плоскости, не что нам дадут на этом фестивале или что организуют, а что конкретно наша делегация сделает для того, чтобы сохранение и продвижение идей Великого Октября среди молодежи стали доступны для большего количества участников. Вот небольшие цифры и статистика. Нами был подготовлен Красный павильон за мир, солидарность и дружбу народов. Там работало 15 залов и 14 выставок, работали на протяжении всей работы фестиваля. Приехал Красный авангард молодежи, 320 человек из 60 регионов страны. Я подчеркну, это самая большая и массовая делегация из всех тех, которые прибыли от политических партий и политических движений. Самая большая. 16 октября. Это был день столетия Великого Октября. Я хочу подчеркнуть, что он стартовал с антиимпериалистического марша, который завершился митингом, где как раз выступал Николас Папа Демитру. И я хочу сказать, что этот марш возглавил именно ленинский комсомол. Он шел в авангарде и вел за собой левую молодежь. Мы провели более 30 международных встреч. Особо я хочу сакцентировать ваше внимание, что нами были подписаны два очень важных документа. Это соглашение, которое было подписано под нашим началом. 26 студенческих профсоюзов подписались о сотрудничестве и взаимодействии 26 стран из разных континентов. Была принята резолюция трудовых профсоюзов. Причем профсоюзы были совершенно разные. Тоже представляли разные страны. 128 делегаций, которые сейчас прибудут к нам и будут участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных столетию Великого Октября. Мы можем сказать, что это фактически продолжение работы фестиваля. Я общался со многими участниками, с многими руководителями делегаций. Они сказали, что безусловно мы к вам приедем. И как раз та площадка фестиваля, которая дала старт этой работе, она безусловно здесь у нас продолжится. Поэтому мы понимаем, что вот такие мероприятия, которые мы сейчас проводим с 1 по 7 число, они безусловно дают большую почву для работы. И эта работа, она не закончится. И 18-й год будет годом работы столетия. Поэтому мы сделаем все, чтобы наши мероприятия были массовые, яркие и как можно долго играющими. Спасибо за внимание. Великая Октябрьская социалистическая революция это значительный шаг вперед к социалистическим завоеваниям, в которых Россия была первой. После социалистической революции Россия стала развиваться в другом направлении и повлияла социалистическая революция на весь мир. Очень важны социалистические и социальные завоевания. Это первое, это 8-часовой рабочий день. Это право на бесплатное общее профессиональное образование, причем как среднее, так и высшее. Это право на бесплатное пользование дошкольными учреждениями, это яслями, детскими садами. И во всем в этом наша страна была первой. Мы создали великое государство, Советский Союз. Те социальные заявления, которые подарил народу Октябрь, были беспрецедентными в истории человечества. И государство взяло на себя полную ответственность за детей, за их становление как достойных граждан своей страны. Наша партия уделяет особое внимание детству, развитию детей. И особое внимание мы уделяем детям Донбасса, детям, которые опаленные войной. Мы приглашаем их сюда, они оздоравливаются в летних лагерях. Большое количество детей. Они выздоравливают как физически, так и душевно. Они проводят спортивные соревнования. Они культурно ознакомятся со столицей нашей Родины, с Москвой. Еще одним направлением нашей работы является проект Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов». В этом году он также был посвящен столетию революции. В каждом федеральном округе прошли отборочные туры талантливых детей в хореографическом направлении, в вокальном направлении. И в сентябре месяце мы провели итоговый большой галоконцерт, на который съехались со всех уголков нашей страны ребята показать свое творческое мастерство и талант. И также это все было посвящено, линией была этого галоконцерта, это столетие Великого Октября. Одно из лучших завоеваний Октябрьской революции – это создание пионерской комсомольских организаций. И наша пионерская организация насчитывает на сегодня более 30 тысяч мальчишек и девчонок. Они реализуют себя в творчестве, спорте, создают тимуровские движения, поисковые отряды и кружки краеведения. Мы понимаем, что будущее нашей страны – это наши дети, но мы также понимаем, что наше будущее – это социализм. Спасибо. Герман Парлов, Федеральный агент с новостей. Геннадий Андреевич, во-первых, хотелось бы уточнить, я думаю, вопрос актуален будет для всех присутствующих здесь, какова будет Ваша президентская программа в паре тезисов на будущие выборы, и кто будет от партии, вы или, возможно, другой кандидат. И второй вопрос, сейчас звучало о наследии Октября, о важности сохранения традиций, и тем не менее, что новое, какие планы, какие инновационные идеи может предложить Коммунистическая партия России в будущем? Да? Спасибо. В декабре месяце я обратился с открытым письмом ко всем народно-патриотическим силам страны. Обратился, отталкиваясь от ситуации, которая сложилась в нас в державе. Завтра посмотрите мои оценки предстоящего бюджета. Этот бюджет, фактически бюджет, который обслуживает олигархию, усиливает стагнацию и кризис. Этот бюджет не выполняет ни одно указание президента, включая его указы пятилетней давности и послание президента, которое требовало вывести на мировые темпы. Составляет в этом году 3,5%. Мы считаем, что президентские выборы – это смотр сил и одновременно возможности различных политических сил. Президент уже ведет довольно успешно свою выборную кампанию. Но для того, чтобы кампания была полноценной, нужно элементарное соперничество, команд, программ и возможности. В этом отношении демократические выборы не имеют под собой никакой почвы. Нет ни равенства, ни возможностей, ни много другого. И тем не менее мы считаем, что наша команда подготовила серьезную программу, называется «10 шагов в достойной жизни». Там практически каждый пункт является новым в отношении к ныне проводимому курсу. Весь бюджет, расходная часть – 16 триллионов. Все в мире знают, чтобы развивалась успешно страна, надо пятую часть тратить на социальные программы. Примерно 7% на науку, столько же на образование и здравоохранение. Это расходная часть. Мы тратим в два раза меньше. На ближайшие три года ситуация не улучшается, ухудшается. То есть, если с этой программой, с этим бюджетом Путин идет на выборы, это означает, что и дальше будут обслуживать власть придержащих, прежде всего олигархи. 9 из 10 будут продолжать беднеть. Второй пункт. Каким образом можно сформировать финансы? Они считают, что можно и дальше, обирая граждан, проводя колониальную политику, засовывая деньги в карманы олигархи, отправляя их за кордон, можно что-то сделать. 61 триллион рублей отправили за кордон. Вот сейчас американцы приняли этот знаменитый закон, по которому 17 службам поручили проверить все банки и обыскивать карманы нашей олигархи и нувориши. Они опубликуют это 2 февраля. Уверяю вас, они покажут, кто сколько украл и куда спрятал. Если с этой, на этой волне идти выборы, то никаких выборов не будет, будет полное безобразие. Опять будут выжимать нужный результат посредством приписок воровства голосов. Мы считаем, что все недра страны должны работать на каждого человека. История доказала, и наша, и других стран, что если такое решение принимается, то у нас будет на 5 триллионов рублей казна больше. Если хотя бы брать за отчет 11-й год наиболее успешный после выхода из кризиса 2008 года, а потом опять обвал пошел, если бы сохранились пропорции доходной части и в целом бюджета в валовом продукте, то у нас бы бюджет был сегодня, на следующий год, доходная часть на 5 триллионов больше. А с 22 триллионов начинается развитие. Тогда есть возможность выделить пятую часть на социальную сферу, 10% на село. Они сейчас говорят, у нас рекордный урожай. Рекордный урожай по зерну 132 миллиона тонн. Идите в любой магазин, ни на одну копейку, ни одна буханка не стала дешевле. Для кого рекордный? Для новоришей и перекупщиков. Цена была за тонну хлеба 8 тысяч, продовольствия фуражного 6. Сейчас уменьшилось на 2-3 тысячи. У нас великолепное хозяйство Богачева, народное предприятие на Ставрополе. 55 тысяч тонн хлеба собрал, больше, чем вся Калужская область. За 1 сентябрь казно потрошили этими ценами на 100 миллионов рублей. Это означает, опять останешься без денег, опять перекупщики возьмут, опять за кордон перевонят, опять. А в новом бюджете на село выделяется меньше полутора процентов. Поэтому все, что мы предложили в своей программе, это новое. Начиная от новой четвертой промышленной производственной революции, суперклассной подготовки кадров, возвращения полутора миллионов специалистов, которые выгодны бежать из страны работать в чужих лабораториях, до качественного медицинского лечения. Вот показал Новиков Чиевару. В чем его гений? Во-первых, человек из богатейшей семьи, блестящий институт закончил, суперклассный врач. Когда пришли вместе с Фиделем к астроквласти, он пришел к нему и сказал, мы многое не сумеем быстро построить, но если мы создадим условия для лечения, учебы каждого гражданина, это будет величайший прорыв в Латинской Америке. И те деньги скудные, которые были, направили на обучение и лечение. Сегодня Куба, по основным показателям, связанным с медицинским обслуживанием, является лучшей страной в мире. Входит первую десятку. Лучше, чем Америка, лучше, чем Франция и так далее. Почему? Потому что есть семейный врач, есть доступность к медицинскому обслуживанию. А у нас для того, чтобы записаться к некоторым врачам, за два месяца сегодня приходят и записаться не могут. Поэтому мы предложили эти варианты и пойдем с ними успешно на выборы. Что касается персоналей. Ну, понимаете, если из выборов выборы превращать в мартышку, то можно кого угодно выдвигать. В свое время Жириновский своего охранника выдвигал. И что, это выборы? Выборы – это идея, команда. Это воля политическая. Это умение решать проблемы. Это видение перспективы на будущее. Чего они не хотят поучиться у Ленина и Сталина? Четыре серии мы выпустили. Четыре. Включите своим детям, хотя покажите, возьмите с нашего сайта. Оттрепал язык. Путину отнес. Медведю отдал. Единая Россия отправил. И сказал, покажите, что вы этих идиотов с утра до вечера показываете. Всякую паранойю. Покажите и расскажите, как с полумертвую страну подняли к высотам космоса. Как сумели отделить самую жуткую и страшную армию гитлеровскую, которая расколотила французскую империю за 44 дня. Покажите, как мы создали ракетно-ядерный паритет, после того, как страну на треть оккупировали фашисты, она повесла почти 30 миллионов потерь. Покажите. Покажите уникальный опыт китайской кумпартии. Расскажите о нем. Отрывки показывают. Вы покажите, в чем смысл этой полиции. Там три столетия наметили на 50 лет вперед программу. А тут крутится вокруг этого самого бюджета на ближайшие три года, в котором нет ни одного решения. Ни одного нет решения. Оно и не может быть при таком финансировании. 200 богатейших людей России захватили 2,5 бюджета, 450 миллиардов долларов. За прошлый год три четверти страны нищали, а они на 100 миллиардов долларов прибавили. Вносим закон. Новый закон. О прорезинной шкале налога. И все говорят, не соберем. Как не соберем? Соберем. И будет все в порядке. Скоро Путин сам внесет этот закон. Я не знаю, как тогда будет Единая Россия. Отказались принимать абсолютно очевидно. Мы примем решение о кадровом составе и полной команде, после того, как официально будут объявлены выборы. А сейчас обсуждаем своими коллегами. У нас 200 партий, движений и организаций, которые входят в Народно-патриотический союз. Ваш вопрос, пожалуйста. Это французская газета «Фигару». Я француз, вы говорили о Франции. Я могу вам сказать, что если я болен, я предпочитаю решить себя в Франции, чем в Кубе. Ну, это вот такой путь. У меня другой вопрос. Вы много говорили о достижении коммунизма. Я понимаю, что можно спорить, коммунизм ли порождал Гагарина, но это другой вопрос. Вопрос состоит в том, что как можно объяснить, что режим коммунизма, ли, когда была революция, который порождал гражданскую войну, который имеет ответственность миллионов смертей от стран, которые не были никакой свободной выборов, где были массивные репрессии, либо при Сталине, при Ленине, при Кручеве, при Брежневе. Как вот этот режим коммунизма может быть использована как пример для следующего поколения и для молодежи? Спасибо. Уважаемые коллеги, сейчас в России идет дискуссия относительно термина «Великая Российская революция». Компартия возражает против внедрения этого термина по тем основаниям, что инициаторы введения в исторический оборот этой формулировки настаивают на том, чтобы в рамках одного термина объединить три разных явления. Февральскую буржуазную революцию, Октябрьскую социалистическую революцию и Гражданскую войну. Мы подчеркиваем при этом, что в феврале и октябрь два совершенно разных события по своему характеру. Если февраль привел к власти окончательно в России буржуазию и не решил ни одной проблемы, то именно октябрь 2017 года стал выходом из тупика, в котором наша страна оказалась сто лет назад. Что же касается Гражданской войны, то обращаем внимание на следующее. События Гражданской войны начались не в октябре 2017 года. Как подчеркивал Ленин, та Гражданская война закончилась в считанные дни и недели. И новое, сформированное советское правительство приступило к мирному созидательному строительству, строительству нового общества. Гражданская война в нашей стране начинается весной 2018 года. Начинается с опорой на штыкино-стальных интервентов. Начинается с выставки белочехов на территории Сибири и ряда других городов. Это одна из причин, почему наши партийные активисты, близкие нам публицисты, исследователи сегодня в Самаре, в Омске, в других городах проводят научно-практические конференции, объясняют и показывают, что вот эта идея установки памятника белочехам, она ведет не к национальному примирению, а к прославлению коллаборационистов, по сути дела, какими выступали пособники иностранных интервентов в годы Гражданской войны. Поэтому попытка включить Гражданскую войну в Великую Русскую революцию, это попытка дискредитировать октябрь 1917 года, который носил абсолютно созидательный характер. Именно этот созидательный потенциал обеспечивал в дальнейшем все те успехи, которыми мы сегодня гордимся. Успехи индустриализации, успехи культурного прорыва 30-х годов, успехи того созидательного строительства, без которого наша страна не могла бы достойно встретить Гитлеровскую армаду в июне 1941 года. Поэтому все основания гордиться советской эпохой у нас есть, а те цифровые данные, которые есть вот в этой книге, «Подвиг социализма», очень небольшой, они свидетельствуют о колоссальных успехах советской эпохи. Прошу вас с ними внимательно ознакомиться. Мне очень жаль, что вы, смотря на советскую эпоху, смотрите только на определенные стороны жизни. Вот молодежь волнует будущее. И если возвращаться к теме фестиваля, то представители, в том числе и вашей страны, и многих зарубежных стран, в первую очередь говорили о прогрессе советской системы, которая дала многое то, чего не было не только в Российской империи, да, и во многих западных странах. Во многом, если бы вы не учли западные страны, Европа, опыт построения социализма здесь, то многие социальные гарантии и права у вас не были бы. Ну вот посмотрите, там была развернута прекрасная выставка. Вы сказали, что Россия, да, Гагарин, полет в космос, успехи в освоении Сибири, но есть примеры социальной поддержки. Вот впервые с победой революции в первую очередь в мире было закреплено всеобщее право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире было утверждено право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в мире законодательно была введена защита администрацию от увольнения без согласования с профсоюзами. Впервые в мире советское государство закрепило и обеспечило право на труд. Впервые в мире была создана система детского, дошкольного и школьного бесплатного образования. Было обеспечено и реализовывалось право на медицинское обслуживание, санаторно-курортное. Впервые начали предоставлять бесплатно жилье. Уже в декабре 2017 года советская власть впервые в мире отменила все без исключения элементы законодательного неравенства женщин и дало право быть избранными. Впервые в мире было закреплено право на занятие спортом, бесплатное, на охрану здоровья и многие-многие другие. Мировая молодежь, современное поколение видит эти завоевания, к сожалению, которые были во многом утрачены в нынешней Российской Федерации и собирается вместе с нами строить общество социальной справедливости. Общество, основой которого явилось сто лет назад состоявшаяся Великой Октябрьской социалистической революции. Француз задал вопрос, я не могу не удержаться. Во-первых, чтобы вы успокоились, все цифры 90-х годов о жертвах, несметных миллионах, они опровергнуты и документированы даже нашими противниками, они совсем не такие. И во-вторых, вспомните свою Великую Французскую революцию. К сожалению, революция без жертв не бывает. И первые жертвы появились десятками тысяч за дни считанные, как раз во Франции. Поэтому, когда вы говорите о каких-то жертвах, вы говорите конкретно. И говорите о тех жертвах, которые... Эта революция во имя чего она приведена. Я могу вам привести и другой пример. Вот Юра Афонин говорил о завоеваниях. Вот сейчас в Париже много сот тысяч собирается за право на первую профессию. Знаете, вы помните, вы же лучше меня знаете, да? Вот это называлось у нас молодой специалист. Это тоже одно из завоеваний, которое вот Афонин, говоря об этих завоеваниях социализма, которое мы потеряли. Так вот, за это вы сегодня боретесь. А это как раз то завоевание, которое вот я, например, на своей шкуре испытал, придя после института, получив право на первую профессию мастером на Волжской автомобильный завод. Меня не было более 3 года. Мне дали сразу суду молодому специалисту 7,5 тысячи, на которое при зарплате 120 рублей. Беспроцентную. Которую я должен был через 15 лет возвращать. Это те завоевания, которые, к сожалению, во времена гражданской войны прошли и через жертвы. Да, но эти жертвы неминуемые. Они были и у вас, и во Франции, и в Англии, везде. Поэтому вы когда говорите о жертвах, вы тоже как бы, ну, немножко соизмеряете ваш вопрос. Эти жертвы, да, они были. Конечно, их никто не хочет. Спасибо. Геннадий Андреевич, вы уже частично комментировали президентскую кампанию предстоящую, но вот в этой кампании, судя по всему, появляется новый, и может быть, для кого-то неожиданный кандидат Ксения Собчак. Вот прокомментируйте, пожалуйста, ее участие и... Геннадий Андреевич, затаили дыхание. Самое поразительное, почти все агентства отзвонили и пытались выяснить мое отношение к этому событию. Даже канал НТВ, который мы приглашаем на различные свои мероприятия, никогда не откликался. Тут меня просто достали. Сейчас Дмитрий Юрьевич прочитает мое отношение, которое я давно высказал, вот к этой фигуре, пожалуйста. Ну, у вас на руках есть книга, которая раздавалась в момент начала пресс-конференции, книга «Отчет пошел». Здесь зафиксированы высказывания определенного круга людей, людей, которые, живя в России, нашу страну не любят и не уважают. А для того, чтобы баллотироваться на пост президента, нужно как минимум обладать соответствующими качествами. Нужно гордиться своей страной, нужно хотеть здесь жить и хотеть работать. Но если, например, Юлия Латынина говорит, если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве частей, началась бы нормальная жизнь. Вряд ли она считает, вряд ли она с уважением и относится к своей стране. Или Евгения Альбац. Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно. Вот в этой книге содержится целый ряд такого рода высказываний, но именно высказывание Ксении Собчак является, может быть, одним из самых радикальных. Вслушайтесь. А Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретила эту страну. Единственное здесь для меня отдушено, это картинные галереи и цирк. Вот если ты, кроме цирка, в своей стране ничего положительного не видишь, если ты считаешь ее страной генетического отребья, то довольно странно, если ты собираешься баллотироваться на пост президента. У нас тут 41-я страница. Книги. Почитай. Я плохо представляю, что любой, любой гражданин, там, Франции, Германии, Америки, да, и даже Буркина Фасо, если бы так отозвался, о народе, о стране, что он бы имел какое-то право выдвигаться на любую долу. Собираешься возглавлять страну и называешь народ генетическим отребом. Собираешься там что-то делать, но у Гуния нет ничего для того, чтобы, если превратить в трагикомедию очередные выборы, некоторые, видимо, политтехнологи, точнее, политсантехники решили таким образом поднять явку. Ничего не получится. Нормальный человек, прочитав и зная реальную картину, он скажет, ну что вы, мне предлагаете, мне предлагаете участвовать в этом зоопарке. Я к выборам очень серьезно отношусь. Я вижу, что страна корчится в муках и проблем много. Их надо решать, искать, а не провощать очередные выборы посмешивши. Кто охранников выдвигали, теперь тех, кто страну не любит, не уважает и издевается над ней. Пожалуйста. Кстати, вот когда Собчак объявил, что она кандидат против всех, молодежь ее назвала кандидатом за всех тех, за всех тех, кто в 90-е годы разрушал нашу страну, молодое поколение, те, кто родились, учились в школе, на себе испытал. Вот наш коллега из Франции задавал вопрос о репрессиях. Если посмотреть на количество убитых, умерших, неродившихся, уехавших за рубеж в 90-е годы, это сумма, сопоставимая и с потерями и в ходе 30-х, и в ходе Великой Отечественной войны, когда страна была отброшена на десятилетие вперед. Если кому-то хочет, назад, на десятилетие назад. Если кому-то хочется вернуться туда, молодому поколению, я уверен, не захочется. А если кого-то будет обманывать, мы сможем объективно, обстоятельно разъяснить это. Пожалуйста. В отличие от Ксении Собчак, вот здесь, на этой пресс-конференции, вы видите людей, которые своей страной ее историей, ее достижениями гордятся и хотели бы, чтобы в будущем она продолжила развиваться по наиболее эффективному пути, по пути социалистического созидания. Именно поэтому вы видите на ласкамых наших пиджаков вот такую красную ленточку. Мы призываем всех, кому дорогие идеалы Великого Октября в оставшийся до 100-летия революции период максимально много сделать, максимально много приложить сил для того, чтобы это дата прошла в нашей стране широко замеченной и широко отмеченной. И вот символизировать вашу готовность к достойной встрече 100-летней годовщины. Мы призываем подключиться и к той акции, которая позавчера была объявлена Геннадий Леонидовичем вместе с большой группой наших молодых представителей из разных регионов России. акция запущена в социальных сетях под хэштегом «Я чуту Великий Октябрь». Поэтому ваша фотография на странице вашей социальной сети с этой ленточкой будет означать, что вы готовы присоединиться к нашей акции. Заранее спасибо. Ваши пожалуйста. Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Я из китайского информационного агентства China News Service. Теперь я хочу спросить о китайском информационном агентстве China News Service. Я хочу спросить, все знают, что Октябрьская революция очень сильно влияет на китайскую революцию. И теперь можно сказать, что через сто лет после Октябрьской революции наш социализм не похож на Ленинский Советский Союз. Поэтому хочу спросить, как ваше мнение о социализме с китайской спецификой? Как вы думаете, такой стиль социализма дает какое-то предоставление для мира, для тропаризации? Я имею так же. Это первый вопрос. Еще вопрос. сейчас 19-е съезд КПГ состоит в Убегине. Как вы думаете о этого съезда? еще после этого съезда как вы думаете КПГ будет развивать себя и развивать отношения между Россией и Китаем? Спасибо вам. опыт. Я в Китае за последние годы был 8 раз. Каждый 2-3 года посещаю вашу уникальную удивительную страну. Был в ключевых провинциях, изучал опыт и почти 8 часов вел переговоры с высшим руководством, которое хотело разобраться в причинах поражения СССР и КПСС. должен сказать ваш руководство сделало далеко идущие выводы. Она подготовила один доклад главной причины, а второй для широкого партийного и хозяйственного актива, где показала проблемы и трудности, которые возникли, почему они не решались. Должен сказать, что вы сделали далеко идущие выводы. Что касается результатов, я недавно вашему Синьхуа дал развернутый интервью, оно у вас опубликовано, мы его опубликовали на своем сайте. Можете посмотреть, там есть все мои оценки. Я внимательно ознакомился с основными тезисами доклада Си Диньпиня, с которым познакомились еще, когда он был мэром Шанхая, и очень имеем тесные отношения. Мы вместе с ним договорились и три года назад подготовили меморандум взаимодействия наших партий на основе которого регулярно информируем друг друга о своей политике. У меня на китайском языке вышла целая серия книг моих работ и материалов. Моя статья, посвященная столетию Дан Сиопина, была признана одной из лучших. Я считаю, что Си Диньпи, выступая в докладе, особо подчеркнул, что залп «Аврору» услышала вся планета. Вы строите и руководствуете идеями социализма, марксизма, ленинизма, что вы строите социализм с китайской спецификой. Абсолютно правильно опираясь на свою тысячелетнюю историю, на трудолюбие народа и на умение решать проблемы, заглядывая в будущее. По крайней мере, в материалах очередного съезда развернута программа построения социализма на ближайшие, по сути дела, 50 лет. К 21-му году, к столетию со дня основания Компартии Китая, вы взялись искоренить окончательно бедность. Вы уже решили эту проблему, почти 700 миллионов человек вывели из полной бедности. Я слушал Пекине выступления ваших друзей и соседей, один из руководителей из Филиппин, сказали, что только за то, что Компартия Китая такую массу людей вывела из полной бедности, ей можно поставить памятник на любом строгом суде истории. Я присоединяюсь к этим словам. Еще примерно 40 миллионов вы оцените бедных. В 21-м году будет решена эта проблема. У нас в советской стране не было бедных, а сегодня 22 миллиона живут за чертой бедности, и три четверти граждан перебиваются на 15-17 тысяч в месяц. Поэтому тот вариант бандитского капитализма под диктовку американского СРУшника, который строил Ельцем, Месси, Чубайсом, это преступление против нашей страны и в целом человечества. Разрушили баланс сил, после которого американцы стали наглеть и развязывать одну бойню за другой на планете. Второе, вы ставите задачу к столетию основания Китая в 49-м построить, по сути дела, зажиточное общество, решив многие проблемы, связанные с научно-техническим прогрессом, экологические проблемы, целый ряд вопросов национального характера. Я должен сказать, решаете это глубоко, продуманно, взвешенно, и очень энергично боретесь с одной из главных болезней коррупцией и преступностью. Причем вы используете все возможности для этого. Но и одновременно вы нашли решение, которое вас украшает и делает вам честь. Когда Дэн Сиопин, а многие были в ходе культурной революции, отправлены на перевоспитание в деревню, и тоже Дэн Сиопин собрал группу 15 руководителей, он сказал, мы должны предложить стране новую программу. А не сводить счеты с теми, кого мы сменили. И принять разумные решения. Приезжаешь у вас на площади Тель-Альминь портрет Маудзадуна, который совершал революцию, углавлял армию народную. И четыре модернизации. И эти модернизации дали колоссальный эффект. Ленинско-сталинская модернизация за 20 лет дала средние темпы 15-16%. Это заказано и всем хорошо известно. И страна, где каждый второй не умел читать и писать, превратилась в самую читающую. Где не было тяжелой промышленности, создали суперклассную промышленность. И перед войной мы уже производили почти шестую часть мировой продукции. Мы стали второй державой мира. Вы за 30 лет вышли на вторую позицию, по ряду уже обогнали американцев. И вот самые высокие темпы. За 30 лет средние темпы составили 10%. Я считаю, вам это делает честь. Честь, вы поставили задачи и к столетию реформы Дэнсиапина сделать еще, это 78-й год, еще один скачок в области науки, техники и космоса. Уже программа Луна отрабатывается и многие другие. Поэтому считаю, что ваше руководство проявило мудрость и нашло механизм обновления кадрового состава каждые 10 лет, что позволяет более эффективно двигать новое молодое поколение к рычагам управления. К сожалению, в 91-м году у нас не нашлось своего Дэнсиапина, который мог бы предложить варианты решения, а руководство Ельцина обернулось трагедией для всей страны. Телеканал Луна Комендарь Андреевич, мой вопрос будет к вам. Во-первых, позвольте поздравить с настоящим старением революции. Вы, стало известно, что будет или КПР будет двигаться кандидата в президенты Российской Федерации. Будет ли ваш кандидат в развитие социализма в России? И каким будет социализм КПРФ? Чем будет отличаться от социализма КПСС? Спасибо. Что касается участия в выборах президента, сегодня об этом еще прошла Коммунистическая партия Российской Федерации, конечно же, будет участвовать в выборах президента страны. Что касается вашего второго вопроса, мы предложили программу преобразований, в которой есть 10 пунктов, 10 шагов до своей жизни. Мы считаем, что реализация этой программы могла бы стать первым шагом на пути к возвращению России на ход социалистического развития. Эта программа содержит целый ряд принципиально важных вещей, которые, с одной стороны, социализировали жизнь в стране, с другой стороны, помогли выйти из социально-экономического ростейшего кризиса. В числе мер, которые мы предлагаем, национализация ключевых отраслей промышленности и банковской системы. Только проведя национализацию, можно по-настоящему придать плановый характер развитию нашего общества, развитию экономики. И то, что это необходимо сделать, сегодня признают уже многие, не случайно последовало заявление Шувалова о том, что с такой импульс-план. Кстати сказать, наша фракция еще в прошлом созыве многое сделала для того, чтобы это идея искритикуемой почти всеми, стала общепризнанной, общепринятой, принятой закон о государственном планировании, статемическом планировании, принятой законопромышленной политики. К сожалению, они еще плохо выполняются, но мы будем наставить на их реализацию. Мы считаем, что есть еще ряд мер, которые обязаны принять государство для обстановления бедности и для большей справедливости в российском обществе. Это закон, например, дефилицированной шкале подоходного налога. Мы предложили несколько вариантов. В любом случае, мы предполагаем, что бедные должны быть освобождены от уплаты подоходного налога, а богатые должны платить так, как это принято в мировой практике. Вы можете обратиться по путу Китая или по путу на Германию, или по путу Соединенных Штатов Америки или Франции, везде вы увидите, что такая дефилицированная шкала подоходного налога существует. Поэтому мы считаем, что основные базовые принципы социализма неизмерны. Тактика реализации их практической жизни может быть разной в зависимости от обстановки мировой и обстановки в той или иной стране. В этом отношении Китай показывает хороший пример использования национальных особенностей при строительстве социализма. Отличается наша партия от поздней КПСС следующего. Поздний КПСС отсутствовал глубокой проработкой теории. После Сталина, который для их жизни оставил блестящие работы экономические проблемы социализма, всерьез этим глубоко не занимались. Хосыгин и Прежнев за 15 лет попытались провести ряд очень важных реформ и многое удалось для этого сделать. Но после этого ситуация не изменилась по причине, что не было механизма обновления высшего руководящего состава КПСС. И когда пришел к власти Черненко, то мне стало ясно, что в партии нет ни политической воли, ни честного признания того, что происходит. Андропу попытался принять решение и очень интересную работу написал о том, что мы не знаем реального состояния страны, надо все как следует изучить. Уже 10 лет шли реформы Гансиопина, уже можно было изучить многое, уже Европейский союз складывался, а нас стали убеждать, что если вы добежитесь по национальным квартирам, все будет лучше. Уже была готова секретный сейф лишала директива, которые начали готовить при Джоне Кеннеди, а потом зарядили в 100 институтов и промывали мозги всем нашим гражданам, потому что информационное программирование было оказалось сильнее атомного оружия и довольно мощное армию. Надо было этому эффективно и грамотно противостоять, но высшее руководство казалось к этому не способным. Партии не казалось механизма, который бы мог вовремя контролировать и приводить в чувственный порядок. Последний состав руководства поздней КПЦ Горбачев оказался просто болтуном, безвольным человеком. Яковлев скорее гентом иностранным не были членом полноценных подробностей. А Ельцин для него вообще не существовало никаких правил. Такая партия не в состоянии в кризисных условиях эффективно руководить. Мы сделали первую нужна многоукладная экономика. Но в большой и холодной стране вы должны определять порядок и систему себестоимости продукции. Если нам подчиняться вашим выличным представлениям, то тогда нам все невыгодно производить. Невыгодно дальше, чем на 50 километров актива, все невыгодно. У нас все холоднее, дальше и больше. Государство должно уметь определять основные составляющие и контролировать энергетику, транспортную систему, тяжелую промышленность, оборону и влежную политику. Отдали в руки пездарем, начиная с Ходарева, который скорее обслужил американский ВОЗД, чем свою страну. Надо обязательно в партии вести порядок, при котором было бы обновление руководящих. Вы видите, все поколения здесь представлены, людей, которые уже прошли большой опыт, имеют школу. Разумность и сочетание мудрости, зрелости и молодого Задора определит будущее любой организации принципиально всего. И надо помнить, что есть законы геополитики, которые не зависят от цвета ваших партийных билетов. Ареал обитания наших народов, которые тысячу с лишним лет собирали русские, он давно выстроился. И мы не можем жить, когда у нас в Прибалтике рядом маршируют нацисты, а на Украине бандеровцы диктуют и обстреливают Донбасс. А по южному подбрюшью террористы захватили целые страны. Но напомнить, безопасность для нас превыше всего. И с тысячи лет мы 700 лет провели с оружием в руках, защищая свое право выжить, говорить на своем языке и жить вместе со своими друзьями. Мы под свои знамена собрали 190 народов и народностей. У нас присутствуют семерные религии, поэтому для нас дружба, уважение к человеку, соседу, оно приносит принципиальный характер. Поэтому надо все вместе это сочетать, тогда будет должный результат. По крайней мере, я такую программу представлял во многих университетах, вот, и такого прорыва в работе. Моя точка зрения и моя книга лоборизации «Судьба человечества» переведена на все основные мировые веки. Я там изложил свой взгляд на политику 21 века. Три сценария будут реализовываться. Баланс интерес американцы не хотят, а мы желаем, чтобы учитывать все интересы. Диктатура планетарная, она уже сорвалась, только угрожать могут. А хаос, он никому не нужен, когда на планете столько неустроенностей, янерное оружие, не дай бог, упадет, грязные руки и так далее. Вот Путин сейчас на Валдае стал, в принципе, мы химическое оружие нечетворили, они полные сигналы, мы оружие не платовали, а они и так далее. Вот надо политики в этой смотреть на 20 лет вперед и не торопиться с различными решениями, когда завтра обезьян подоруду вашу безопасность. Я за то, чтобы дружить со всеми. Но помните, в этом мире уважаю сильных грамотных успешек. Испанская результаты цены генерал Андреевский, а это просто ваша практика в Госдуме, а не предложили государственную в этом форме участия в праздновании революции президента и правительства? Мы внесли в Государственную Думу законопроект, который 7 ноября, день Великой Артемии социалистической революции, относил не просто к памятным датам, как сделал нынешняя российская власть в свое время отменительный выходной день и праздник, а чтобы он возвращал как общий государственный праздник. И мы считаем, что это не просто наша инициатива, это огромная общественная поддержка, которую депутаты фракции КПР и государственные постараются реализовать, потому что этот праздник не является праздником только Компартии, наших сторонников, союзников России. Этот праздник, который обмечается всем миром, и выступление того же Николаса перед Дмитрием, и на открытии, и на закрытии, говорит о том, что этот праздник объединяет все прогрессивные силы мира. Поэтому мы, внеся этот законопроект, будем добиваться его принятия. Слово сказать, праздник взятия гостей в Франции трижды отменялся. Сейчас восстановлен пролетали и буржуи с удовольствием поют Мерседезу. Я уверен, что этот праздник будет восстановлен полным это событие эпохального, событие, которое спасло российскую государство. Спасло ее. Ваши дети и внуки, и вы поймете, что без гения Ленина, без его поля невозможно было решить эту задачу. Уже приехали и поделили страну на 20 кусков. Гудро Вильсен прописал кому что положено. Гитлер ее на 6 кусков в Европейскую честь поделил. Лишь воля Ленина, его талант помогли стране и партии большевиков восстановить российскую государство. Территория страны в 2019 году для Совета руководили было 7% от всей территории российской империи. Ленин пишет значение Тулы для России огромное. Думаю, почему огромное? Последний оружейный завод, который был в руках Красных оставался в Туле. На юге Корнилов сидит под сенью германских штыков. На севере в 40 км Петрограда Юденич свирепствует. Трансиль все столбы увешал Колчак, крестьянами расстреливал пачками целых. Савенков с Муравьевым подняли мятеж рядом Ярослава. Ленин готовит план социалистического строительства. Формирует Красную Армию. Обращается к сопоставленным царским генералам. 82 тысячи офицеров пришли в Красную Армию. Правда, всем поставили и правильно сделали комиссара. Дарк Чапаеву фурмана поставили. Ленин обращается к командующим, который флотом командовали. 600 человек в полном составе. Весь штаб военно-морских сил царской России пришел на службу Ленину. Ни одного рабочего, одни аристократы все пришли. Они понимали, что они защищают единую неделимую, но советскую красную. И она сумела решить вековую задачу. В советское время мы были самые умные, самые сильные, самые победные, самые успешные, самые космические и самые передовые. Мы производили 20% мировой продукции. Треть пассажиров летали на Ивах и Турках. 15 советских авиационных заводов производили год-полторы пищи летательных аппаратов. Советская наука давала каждое третье мировое изобретение. Вот надо брать наследство и двигаться вперед. Я считаю, что мы в состоянии вместе с вами это сделать. Виктор Памреев газета Коммерсан у меня в программе социализма по КПР понятно. Вопрос по тактике мне интересен и самое главное чем тактика КПР будет отличаться от тактики КПБ. Первый вопрос Дмитрию Новикова. Гражданская война все-таки началась не весной 18-го, а зимой с разгона очередь в связи с этим вопрос потребуется ли для построения нового социализма распускать многопартийный парламент и упразднять принципы разделения власти. Второй вопрос Геннадий Зюганов. Потребуется ли для проведения старинской новой или низкостаристской митерализации однопартийной системы запрет на создание уголовной запрет на создание других партий запрет частных газет только партийная одна молодежная политическая организация запрет частных социумов потребуется ли для последний вопрос ли для не поколад правильный новая и низкостаристская инвестерализация тоже потребует жертвы чем они будут отличаться по количеству от жертвы первой инвестерализации ну я начну вы всем задавали вопросы на докторскую тянет что касается я после того как стали называть миллионы и десятки миллионов я силовым ведом он долго руководил занимался особой фактор на случай ведения войны военной опыта седучат имел все доказ решили разобраться из одной из книг своей сталинской эпохи цифры инфарктов привожу таблицу с 21 года по середину 53 года она подтвердена двумя документами при Ельцине Министерстве безопасности и при Горбачеве была создана комиссия глава с Яковлевым 829 тысяч за 32 года были расстреляны включая всех бандитов мерзавцев всех предателей и так далее 829 тысяч второе медали почти 800 тысяч вот реальные цифры там указано по каждому разделу и по каждому человеку я мир любимый человек я против смертной кайфы но время сегодня для отмены в полном мере на мой взгляд не наступило мы это видим по уголовщине которая свирепствует стране и по тому типу муравсту которая заглеснула все структуры органов власти у нас около сотни мы поставили чиновников прорывали до такой степени что просто уже стыдно об этом и говорить что касается гражданской войны вы не правы гражданскую войну начали 7 ноября прогласили советскую власть уже в ясно было совещание где было принято решение разжечь войну но и в Украине и брошенную деньги и соответствующие оружия а потом Парижа собралась через несколько месяцев в Антанте и приняла решение об оккупации нашей территории и удушить советскую власть так что можно тут уточнять до деталей но октябрьская революция прошла не трон народ принял ее принял декрет о земле и о мире которые ждали и принял решение о том что рабочий контроль должен вести на предприятиях где в том числе и господствовали капиталисты и вопрос о народной власти он не сегодня стал и решил это традиционная форма управления начиная с крестьянской общины казачьего круга и так далее и так далее что касается одной из главных причин поражения это отсутствие многоукладной экономики я сторонник чтобы государственная коллективная общая собственность была бы весомой она определяла устойчивость безопасной страны и систему ценообразования в противном случае большой и холодной стране вы ни с кем не сумеете конкурировать но на разных формах собственности выдастит нормальная политическая настройка у нас сейчас 77 партий все непридуманные три-четыре партии сложились в доме если бы власть думала об укреплении политической системы она бы не занималась этим ухлежем когда сидит богдан и пепет эти партии масон 100% и сам признавал а это сидят и их регистрируют у нас только на левом планке напекли 8 партий цилиндричным названием даже казачью партию России придумали КПРФ точно таки гибридатура кубана зачем просто жулички выборовать если бы заботились о нормальных выборах 3-4 партии они бы могли нормально соперничать и предложить командные программы в Америке сколько нам партий пару в Англии такая же картина во Франции 2-3 еще 2 помогают в Германии в Японии почему у нас 7-7 партий кому не нужны партия одного трамвая и его подъедут просто для того чтобы дурачить людей поэтому это не партийная система а это вообще партийный мухлёж самый настоящий что касается газет журналов и прочее я категорически против того чтобы снова всем рот затыкать если бы рот не затыкали в последнее время ситуация была бы другой научитесь вести дискуссии диалог пожалуйста мы готовы встретиться на выборах с кем угодно я предлагал Ельцин отказался целая группа Нобелевских лауреатов специалистов предлагала Путина отказались предлагали Медведеву отказались и сейчас ведется однобокая команда наши фильмы сколько предлагали мы выступали на этом самом фестивале команда вы видели хотя не сюжет на тему я открывал первый день фестиваля вслед за Лаврову большую политическую дискуссию бедная картинка вот и все равенство северного равенства дорогие пахнуты собственно говоря вы сказали о нейтрализации связав их с жертвами вот я хочу чтобы вы вот эта картинка которая у вас сострялась в 90-х годах она немножко трансформировалась вообще-то в 90-е годы кибло миллионы человек в год это тоже подтвержденная цепка гибли ну просто гибли люди не помирали там не за стенках где-то но в моем смысле вы правы в моем смысле индустриализация это БАМ где я работал где не было за ключом и ГУЛА в моем смысле индустриализация это воский автомобиль индустриализация в моем смысле индустриализации индустриализации которые в 33 годы почему-то в общественном сознании нынче до сих пор увязываются в время жертвы и прогрессы и прочее не надо оставьте вопрос хочу еще раз вас пригласить на наш мероприятие слушайте внимательно вам понравится лучшие субботы а в эту субботу в холодном зале будет отчетный концерт лауреату премии Ленинского комсомола посвященный столетие Великого Цивля тысячи осилей на следующей неделе откроем торжественное заседание рабочую встречу всех делегаций в Таврическом дворце а там где в 17-м году Ленин дважды попал и вносил свои предложения о строительстве социализма затем мы посетим в Сувальне где проведена была советская власть и первые за декретом приняты по земле и о мире затем переместим в Северо Эрмитаж в самую богатую культурную сокровищество не только страны в Лугу Эрмитаж и это украшение всей планеты затем посетим колеи Северо-Аврора который мы отремонтировали восстановили полностью экспозицию самый легендарный корабль в мире Сердюков его выводил из военного состава Шойгу вернул корабль номер один военно-морского флота современной России его посетило уже более 30 миллионов человек все гости посмотрят и увидят с одной стороны корабль с уникальной историей с другой стороны почувствуют что такое сеть времен и эпох и затем в зале Октябрьском будет большой литературно-музыкальный вечер по страницам великой эпохи 700 человек лучших представителей культуры и города Питера представят нам свою программу все мы прибудут в Москву Красная площадь Мавзолей Ревлевский дворец Поклонная гора концертный зал России на 7000 мест в Лужниках с большой программой в которой участвуют лучшие детские ансамбли и многое другое плюс в этой рамке программы 4 дня заседания где выступят представители всех партий всех стран и всех делегаций ждем вас гостей рады вас будет видеть спасибо спасибо большое спасибо для санкриенса спасибо 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 спасибо